Марин, ты в Инстаграм часто интригуешь подписчиков своим видео. То ты фоксируешь, то ты скачешь на лошади, стреляла даже из пушки. Вот поделись ощущениями. Я так понимаю, что ты человек, в принципе, очень рисковый. Почему ты берешься в такие сложные задачи? Для меня и не сложные. Я вообще, честно говоря, любитель плыть по течению. Просто мое течение настолько бурное, что я только успеваю плыть. Я считаю, что жить надо бодро и весело. Есть же у нас артистки, которые, знаете, как в молодости, как линейку проглотили, всегда одинаково. И здесь тебе хочешь такая, Максим, хочешь такая. Это не потому, что я так хочу, а потому, что образ жизни такой. То есть это именно твой внутренний мир. Как я уже поняла, ты не то, что, знаешь, бывает многие... Вот для фотографии это сделают. А ты просто живешь, я так понимаю, и параллельно показываешь, чем ты живешь. Мне подсказывают, когда вот что-то надо снять. Потому что, когда я вижу что-то интересное или делаю что-нибудь. Ну, для меня, например, с детства написание песни, это настолько естественный процесс. Но я в этом живу. И когда кто-то меня застает за клавишами в наушниках, кто-то подходит и говорит, так это же надо снимать. Да, это правда. Я думаю, зачем? А потом люди удивляются, говорят, о, как здорово. Нет, это правда, потому что для тебя это просто воздух, ты этим живешь. А для многих, особенно, там, обычных людей, твоих подписчиков, конечно, это, безусловно, очень интересно. Ну, снимай побольше. Постараюсь. Твои дочки, твои лучшие подруги. Расскажи, как вы проводите время вместе? Ну, вот кроме уроков. Все-таки, вот, путешествия, какие-то ваши традиции, совместный, может быть, шоппинг, может быть, ты любишь с ними так вместе походить по магазинам? Шоппинги, в принципе, не люблю. Вот, у меня две дочери, вроде бы мама одна, но настолько разные дети. Вот, говорят, что все зависит от родителей. Да не все. Каждый ребенок рождается личностью. И с этим надо тоже мириться. И тоже у них чему-то учиться, смотреть на то, как они растут, быть внимательным. Насколько вот одна у меня, вот, вроде бы такая вот будущая хорошая мама, жена, настолько младшая, она вот девочка в другом. Она любит уже краситься, она перерывает всю мою косметику, она меряет какие-то мои платья, туфли. Старшие этим вообще не увлекаются. Она вот, слава богу, принимает себя такой, какая она есть. А ты сказала, надо учиться. А вот о чему ты у них учишься? Потому что я тоже у своих детей, на самом деле, очень много чему научилась, это правда. Сложно вот какой-то пример привести, но младшая Машенька у нас, она вообще с таким внутренним стержнем, очень мощным. Хотя я всего 6 лет, я вижу, что она очень стойкая, и она настолько мощная энергетически. И она, конечно, не то, что меня учит, она меня поучает иногда. Я ей недавно говорю, Маша, возьми правильно вилку. Она говорит, ага, ты сначала локс из стола убери. Она такая дерзкая, да? Ещё какая. Далеко пойдёт. Да, твои подписчики не устают делать тебе комплименты, что-то потрясающе выглядит. И даже многие пишут, что вот просят тебя не худеть больше. Это происходит не потому, что я там худею или толстею, это зависит, наверное, от какого-то внутреннего, во-первых, состояния. Ну да, 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 потому что мне кажется, что самое главное даже не твой вес, наверное, а вот что в глазах, да? Вот если блеск в глазах есть, и это все замечают сейчас, кстати. Даже если ты занимаешься спортом, вот в моём случае очень важен адреналин, важен соперник. Такая дурацкая привычка побеждать, знаете? Понимаете? И если он отсутствует, вот даже я прихожу на тренировку, там, на бокс, и мне тренер говорит, где злость, Марина, где злость? Сейчас будет, сейчас станем спортом. Сейчас, да, вот это вот надо поймать. Но не злость, конечно, а какой-то выброс адреналина, он в моём случае нужен. Ну так как себя мотивировать? Вот подскажи, не знаю, твоим подписчикам, нашим зрителям, как именно, знаешь, вот не хочется идти на тренировку, да? Вот как себя смотивировать, чтобы всё-таки вот пойти, чего-то достичь? Я считаю, не надо вот страдать таким собственным зомбированием о том, что мне надо похудеть, или мне там надо, наоборот, подкачаться. Твоё внутреннее состояние, оно решит всё за тебя, а тело, оно уже само тебе скажет спасибо и догонит, и сделает всё за тебя. Да, интересный совет. Ладно, будем пробовать.